Все подробности реализации соглашения о поставке авиатехники глава правительства, министры и представители французской стороны обсудили в Кабмине. Сколько потратят на новую технику, узнаем от Ксении Барвиненко. Согласно договору, Украина получит 55 вертолетов. Часть средств из полумиллиарда евро покроет пул французских банков, а также казначейство Франции в виде среднесрочных кредитов. Деньги пойдут не только на закупку вертолетов, но и техническую поддержку, а также обучение пилотов и персонала. Для нас уже был важливый день, потому что это наш национальный праздник 14 серпня, не, липня. А вы сделали этот день еще больше важливым с этим подписанием этого контракта, и это для нас очень важливый символичный знак. Я надеюсь, что это для вас тоже, для Украины, важно подписать этот контракт. Вчера президент Порошенко подписал ратификационные документы, и мы имеем сегодня все представления, начать работать уже степ-бай-степ, так, чтобы еще в этом году вертолеты у нас были тут. Контракт рассчитан на несколько лет. Только к 2020 году Украина планирует получить первые 10 вертолетов, а премьер уже строит планы на будущее сотрудничество с французским авиагигантом. Смотря на то, что мы будем иметь достаточно серьезный количество флот, аэрбаз, вертолетов, створить в Украине центр по обслугованию вашей авиации, и, возможно, это будет региональный центр не только на Украину, а и на другие страны. И мы могли бы посмотреть, где еще мы могли бы обеспечить кооперацию, Я хочу подчеркнуть, что наш сегодняшний контракт не сводится только к поставкам вертолетов, он имеет более глубокое содержание. Речь идет о постепенном развитии вашей компетенции в сфере технического обслуживания и летной подготовки. Вертолеты передадут в пользование нацполиции ГСЧС пограничниками Нацгвардии. В МВС утверждают, подписанный контракт поможет Украине стать технически независимой от России, ведь украинские подразделения до сих пор используют советские вертолеты Ми-8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова И тогда возникло вопрос, что больше парков наших электроптеров зависит от поставки от Российской Федерации. И тогда было принято решение организовать работу с Аэробасом в Франции, чтобы мы смогли обеспечить все наши подразделения. Согласно контракту, уже в конце этого года в Украину доставят 4 новых вертолета от Аэробас. Ксения Барвиненко, Даниэль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер.